Китайская кухня Китайская кухня Главное, не нежного, да? Да, иначе ничего не получится Будем его жарить, да? Да, нежный при жарке развалится Вначале разрежем тофу пополам Затем нарежем на длинные прямоугольные кусочки Мы их в таком виде и будем жарить? Да, верно А чем это тогда отличается от тофу по-домашнему? Тут все совсем по-другому Понятно Это мы кладём в отдельную ёмкость. Так. Готово. Смотрите, далее мы будем его подготавливать. Вначале берём соль. Затем рисовое вино. Повар Чуй, это же тофу, а не мясо с прослойками сала. Я знаю. Ещё немного имбирно-луковой воды. Но это же правда не мясо. И оставляем его немного помариноваться. Зачем вы так сделали? Мы же обычно таким способом маринуем мясо. Верно. Мы добавили рисового вина, имбирно-луковой воды и соли. Соль создаст основной вкус. Так. А рисовое вино и имбирно-луковая вода сделают его вкуснее и ароматнее. Но раньше вы говорили, что если ошпарить тофу в воде, то он тоже будет вкуснее. Всё верно, но сегодня мы добавляем приправы, чтобы вкус блюда был ещё более насыщенным. К тому же, мы ведь сегодня ошпаривать не будем, будем жарить. Поэтому приправ добавить больше не получится. Чтобы тофу напитался вкусами приправ. Поэтому предварительно маринуем. Вы так раньше не делали. У меня каждый день новые приёмы. Что есть, то есть. Ладно, давайте сюда мясо, мы его порежем. Такими же кусочками, как тофу. Используем мясо с прослойками сала. Да, именно так. А оно должно быть с кожей? Да, так будет вкуснее. Ещё раз повторим. Вначале тофу маринуем, потом будем жарить, так? Да. Далее нарежем дополнительные ингредиенты. Имбирь нарезаем соломкой. А почему не ломтиками? Так имбирь легче отдаст свой вкус. Кустарниковый перец нарезаем ломтиками. Его мы добавляем для остроты и для цвета. Да, для цвета. Дальше нарежем молодой чеснок на продолговатые кусочки. Вот так. Молодой чеснок? Да. А обычный чеснок не подойдёт? Можно и его, но эффект будет не тот. Он не такой ароматный, как молодой. Верно. Так. Все ингредиенты нарезаны, можно приступать к готовке. А мясо с прослойками сала мариновать не будем? Не будем. Тогда включаем огонь. Включаем. Я пока здесь всё промокну. Выкладываем по кусочку. Тофу ведь очень мягкий. Сковорода нагрелась. Наливаем масло. Нужно постараться, чтобы влаги почти не было, иначе при жарке... Масло будет брызгать. Так. Выкладываем, пока масло греется. Выкладываем, пока масло греется. Сейчас мы жарим тофу, пропитавшуюся вкусом приправ. Да. У него сформировался основной вкус. И аромат. Запомните, начинаем жарить тофу сразу после маринования. Верно. Не нужно его, например, макать в яйцо. В этом блюде не нужно. Но в блюдах, где, например, нужен хрустящий вкус и используется кляр, там нужно. Ясно. В этот раз мы будем жарить два раза, поэтому не нужно. Всё понятно. Да, вот так. Тофу нужно обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Именно. Это дело, в котором нельзя торопиться. А почему вы постоянно регулируете огонь? Если всё время жарить на сильном, то подгорит. Нам ведь нужно обжарить до золотистой корочки. Но если жарить всё время на слабом, то это будет долго. Да, так тоже нельзя. Золотистой корочки не получится. Так, закончили. Выливаем в дуршлаг. Обжарили же только с одной стороны. Нет, почему же. Вот и вторая. Ах, вот оно как! Дома вы тоже можете использовать способ, который только что продемонстрировал мастер Тюнер. Выкладываем всё содержимое сковороды в дуршлаг. Затем переворачиваем его. И вот уже вторая сторона жарится. И не нужно никаких палочек или ложек. Палочки не подойдут, потому что тофу сломается. Да. Для каждого блюда, в зависимости от его конкретных особенностей, должен применяться свой способ приготовления. А если бы это не был тофу, а мясо или что-то другое, можно было бы не волноваться. Да. И спокойно помешивать. Когда тофу начинает свободно перемещаться по сковороде, это значит, он затвердел. Да. Мы ведь жарим не в воке. Если бы это был вок, там бы за пару движений можно было всё перевернуть. Поскольку мы жарим в сковороде с плоским дном, её главное назначение в том, чтобы всё прожаривалось равномерно, не пригорало и имело красивый внешний вид. И этот нажаренный тофу во время повторного обжаривания не развалится. Вы правы, обжаривание закончено. Откладываем тофу в сторону. Жарим вторую партию. Именно. Сегодня у нас быстрое обжаривание на сильном огне. Да. А в чём его особенность, мастер Тюй? В том, что блюдо получается сухим и ароматным. Взять, к примеру, жареное мясо, жареный тофу и другие подобные блюда. Они все получаются очень ароматными, благодаря большому количеству приправ. То есть там мало жидкости? Да, крайне мало. То есть можно сказать, что это достаточно простой... Да. ...метод приготовления? Суть этого метода заключается в быстром обжаривании на сильном огне. Тушение, варенье, в масле и другие методы сюда не относятся. Понятно. То есть если вы захотите изобрести кулинарного робота, научить его жарить таким способом, будет очень легко. И такой робот уже существует, представляете? Да. Его зовут Айк. Да. Я говорю вам чистую правду. Он умеет жарить всё. Так и есть. Если вы о нём не слышали, то я сейчас расскажу. Так. У него есть стандарты выполнения задачи. Этот стандарт ему установил повар Цюй. Тут поучаствовало несколько шеф-поваров основных кулинарных направлений Китая. Я отвечал за шандунскую кухню, другой повар за зянцузскую, ещё один за сычуанскую и так далее. Мы установили для него стандарты приготовления нескольких основных быстрых жареных блюд на сильном огне. Там только такие? Например, берём из шандунской кухни блюдо, которое очень подходит для приготовления этим роботом. После определения стандарта готовим нужное количество ингредиентов и начинаем процесс приготовления. А он сам определяет, как он будет готовить, да? Да, да. А как ингредиенты ему подготовить? Всё нарезать и положить в него. Повар всё это должен делать сам. Да, за это отвечает повар. Как бы то ни было, это новое слово в кулинарии. Ладно, тофу уже пожарился, и поскольку кусочков немного, можно его перевернуть. Верно. Ладно, уже достаточно обжарилось, выкладываем. Тофу готов! Ставим в окна плиту. Будем жарить второй раз. Да, берём соус лаучоу, шенчоу, рисовое вино и соевую пасту. Так, вот она. Немного куриные приправы. Смесь специй. Да, её тоже. А пиала для замешивания соуса нам нужна? Нет, не нужна. А чем отличается этот способ жарки от быстрой жарки на сильном огне? Они немножко похожи. Понятно. Почти не отличаются. Вначале пожарим мясо. Так, мясо с прослойками сала. Точно. Обжариваем его как обычно. Распределяем по дну сковороды и смотрим, как плавится жир. Когда мясо станет белым, закидываем имбирь. Появился имбирный аромат, ещё немного пожарим мясо. Жир ещё не полностью вышел из мяса. Да, пусть его побольше выйдет. Лишний жир сольём. Потому что из мяса ещё выйдет. Да. Так. Далее закидываем приправы. Вначале рисовое вино. Сейчас добавляем. Затем соевую пасту. Затем продолжаем жарить. Надо, чтобы соевая паста не прилипла к сковороде. Да. Нужно, чтобы она дала аромат и приготовилась. А затем добавляем... Немного соевого соуса шэнчоу. И немного лаучоу, верно? Да. Для цвета. Да, лаучоу для цвета. Сейчас мы готовим соус, да, повар тюй? Да. Далее закидываем кустарниковый перец. Тойвы и острые ароматы у нас уже есть. И в конце высыпаем тофу. Хорошо. Молодой чеснок, самый ароматный ингредиент, оставили напоследок. Да, включаем сильный огонь. Еще куриная приправа и смесь специй. Да, встряхнем сковороду, почти все. Добавляем куриную приправу, смесь специй. Эти приправы обычно нужно добавлять в конце перед подачей к столу. Да, все верно. В конце выкладываем молодой чеснок. Хорошо. Хорошенько все взболтаем. Быстрое обжаривание, оно такое, и ахнуть не успеваешь. Это уж точно. Блюдо уже готово. Все равномерно перемешалось, и появился аромат смеси специй. Выключаем огонь и выкладываем на тарелку. А в это время, дорогие друзья, вы можете внимательно посмотреть, что называется сухо и ароматно. Ни капли соуса не осталось. Да, все именно так. И сухо и ароматно. Ну что ж, блюдо готово. Давайте повторим, как готовится быстро обжаренное на сильном огне тофу. Нарежьте северный тофу на кусочки. Замаринуйте его в соли, рисовом вине и имбирь на луковой воде. Затем промокните кусочки бумажным полотенцем. После нагрейте сковороду с плоским дном и в холодном масле обжарите тофу на среднем огне до золотистой корочки. В другой сковороде обжарьте мясо, выложите имбирь, рисовое вино, добавьте соевую пасту из желтых бобов, соевые соусы шеншоу и лаочоу, кустарниковый перец, тофу, куриную приправу, смесь специй и молодой чеснок. Далее переведите на сильный огонь и равномерно обжарьте. Жареный тофу. Да, жареный тофу. Должна сказать, что из всех подобных блюд мы впервые учились жарить тофу. И как вы только что отметили, такой способ жарки является основным в китайской кухне. Да, верно. Поэтому мы не будем ждать, пока кулинарный робот приготовит нам блюдо, а лучше сделаем его сами. Точно. Далее вас ждут лакомые советы. Мы любим поесть, и нам не лень готовить. Летом арбузная мякоть помогает справиться с жарой. Но арбузные корки тоже очень вкусные. Сегодня мы научим вас готовить простое блюдо из них. Для него вам понадобятся Арбузная корка, кустарниковый перец, кинза, чеснок, уксус, желто-древесник и кунжутное масло. Чистим арбузные корки. Нарезаем на маленькие кусочки. Добавляем соль и маринуем 10 минут. Затем промываем в воде, промакиваем бумажным полотенцем. Посыпаем кустарниковым перцем, измельченным чесноком. Поливаем бальзамическим уксусом. Затем нагреваем масло на сковороде, обжариваем в нем желто-древесник и поливаем этим маслом кусочки арбузной корки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...